Спецодежда на мировых подиумах. Укороченная, удлиненная, прямая, приталенная, с вышивкой и стразами, с аппликациями и пэтчворком. Дизайнерской фантазии нет конца, хотя полвека назад за подобный эксперимент начинающий Вячеслав Зайцев едва не поплатился. Какая мода, какой стиль, если речь идет о традиционной одежде тружеников села и строителей коммунизма. Все должно быть практично и удобно, но модельеры будто не слышат голос разума, их вдохновляет простая фуфайка. Та самая, в которой и на полях, и в лагерях. Как же произошла трансформация обычного ватника? Ватник, фуфайка, телогрейка. Когда-то слова-синонимы, обозначавшие один и тот же предмет верхней одежды. Сегодня это три совершенно разные вещи. Фуфайкой называют трикотажную футболку, ватник не обязательно набивают ватой, а телогрейку отшивают не только для рабочих. Миф о том, что это некрасиво и кандово, похоже, полностью разрушен. Модная телогрейка, хоть и не заполнила прилавки магазинов, но в брендовых бутиках стала вещью номер один. Даша Осипова, дизайнер и иллюстратор, выпускница Омского государственного института сервиса, лауреат российских конкурсов и международных фестивалей. Даша считает, что одежду должны отличать качество и комфорт. Даша Осипова во многом стала известна благодаря телогрейке. Ее апгрейд модельер сделала настолько удачно, что дизайнерская вещь сразу оказалась в центре внимания. Телогрейка из джинсы, плащевки, шелка и даже шифона. Почему бы и нет? Получится тоже какая-то такая вещь нестандартная, но более эпатажная, что ты не будешь там где-нибудь работать в ней, а пойдешь на какую-нибудь вечеринку, чтобы там вот просто зашел, снял и повесил обратно. Чтобы спецодежда дана выход, такой прецедент мог произойти только в 21 веке, когда качество изделия взяло верх над его ценой. До этого телогрейка не то что модной, даже повседневной одеждой не считалась. Ее появление спровоцировала война. Во время русско-японской не хватало полушубков, поэтому для солдат шили более дешевые заменители – ватники. Они так хорошо зарекомендовали себя, что уже во время Великой Отечественной войны советская армия маршировала в телогрейках. Согласно ГОСТу 1932 года, телогрейка представляла собой ватную однобортную куртку прямого покроя. Вата и подкладка простеганы параллельными строчками на расстоянии 6 сантиметров. Застегивается на 4 пуговицы. Материал верха – гимнастерочная ткань. Подкладка – бязь. Вата – второго сорта. ГОСТ впоследствии несколько раз менялся. Соответственно, менялся крой и внешний вид телогрейки. Телогрейка приспосабливалась именно к функциям, в том числе и советского государства. Эмма Васильева – член Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна костюма Омского государственного технологического университета, директор Центра материальной культуры и дизайна ОМГТУ, руководитель проекта «Омская арт-резиденция», цель которого – создание комфортной среды для молодежи. Она приспосабливалась с точки зрения и кроя, и ширины, и по ГОСТу, сколько нужно было ваты, наполнения и так далее. И где-то вот после 59-го, по-моему, года она больше не менялась. Неудивительно, что армейский стиль быстро пошел в народ. Ватники оказались незаменимой вещью при строительстве Беломор-канала, Байконура, БАМа, во время полевых работ, походов и добычи полезных ископаемых. Причем женщины носили их наравне с мужчинами и при этом не теряли своей привлекательности. Телогрейка была мацхэом для любой советской женщины. Телогрейку носили и на работу, и в поле, и вечером на выход. Валерия Лукьянчикова – стилист и миджмейкер. Стаж работы – 5 лет. За это время разобрано 50 гардеробов. На ее мастер-классах и курсах побывало более полутора тысяч человек. Валерия уверена – любая вещь может украшать. Советская женщина, как и любая женщина, хотела себя украшать. И было не очень много способов, как украсить эту телогрейку. Можно было добавить бусики, можно было добавить берет, либо шаль, либо какой-то платок. И уже простая обычная телогрейка становилась более романтичной, более нарядной, как и в нашем случае. Второй образ у нас получился более повседневный. Как сегодня мы бы сказали, casual вариант. Мы добавили к нашей объемной телогрейке ремень, появилась талия. Также мы добавили украшения в виде жемчужной нитки, красивых носочков и вот такой вот милый редикюль, который тоже добавил нам женственности образу. Вата – плотная хлопковая ткань, элементарный крой. Кажется, садись и создавая эту вещь-легенду. Однако всем трем составляющим традиционной телогрейки дизайнер Даша Осипова говорит решительное «нет». Зачем использовать вату, если ее можно заменить современным синтепоном или пухом? Зачем искать плотную верхнюю ткань, если существуют водоотталкивающие пропитки? Она легко меняет материалы, продумывает детали и крой так, чтобы узнаваемая вещь приобрела новый смысл. Однако некоторые элементы Даша оставляет преднамеренно. Например, простежка. В советское время она была необходима, чтобы не сбивалась вата. Сейчас это дань традиции. Когда я создавала первую телогрейку, я брала какую-то узнаваемость со стороны. То есть это форма, стежка, естественно, и функциональность, чтобы не сковывала движение, но добавила цвет. О том, что телогрейка может быть васильковой или пурпурной, в стране советов никому даже в голову не приходило. Да и зачем? Хаки использовался для военной формы, серые, синие и черные цвета для спецодежды. Первым изменить цветовую гамму телогрейк попытался Вячеслав Зайцев. В 1963 году из павлово-фасадских платков начинающий модельер сделал юбки, яркими красками расписал валенки, добавил цвета в телогрейке. Французская пресса была в восторге, она писала о появлении красного Диора. Зайцев же стал невыездным. «Для меня честь продолжить дело моего отца. 50 лет назад он прославил ватник во всем мире. Теперь мы вернем его на родину», заявил сын российского кутюрье. Дизайнер Егор Зайцев вместе с писателем Захаром Прилепиным в 2015 году презентовал коллекцию русских стеганых курток. По сути, сделав то, что не смог сделать его отец. Запустил линейку модной брендовой одежды «Масс-маркет» от Зайцева. Впрочем, первооткрывателем он не стал. Современные дизайнеры, как российские, так и зарубежные, давно подхватили тренд. На основе русской телогрейки они стали создавать удобную и теплую одежду, до неузнаваемости преобразив ее внешний вид. Современной телогрейкой являются, прежде всего, наши привычные пуховики, которые мы любим и носим. Либо какие-то стеганые куртки, которых действительно сейчас много. Спортивные, более женственные и дизайнерские, как в данном случае. Сегодня мы собрали образ дизайнерской телогрейкой. Добавили вот такое вот красивое платье в модных сейчас осенних цветах. Это охристые цвета, это какие-то коричневые, горчичные, бордовые цвета, которые будут популярны именно этой осенью. И еще одна интерпретация классической телогрейки – это стеганые пальто, стеганые куртки. Куртки, но в данном случае это стеганое пальто из бархата. Мы его дополнили самыми простыми джинсами классическими, самыми простой джинсовой рубашкой. И оно не потеряло своей актуальности, не потеряло свой интерес, а стало наоборот играть именно главную роль в нашем образе. Мы образ добавили модной пластиковой сумкой прозрачной и белыми туфлями, потому что белая обувь сегодня особенно актуальна. Между советской телогрейкой и современным брендовым предметом одежды – огромная пропасть. Начиная с цены и с копеечной вещи, она превратилась в ультрамодную обнову стоимостью 10-15 тысяч рублей и заканчивая ассортиментом – мужские, женские, детские – на разные случаи жизни и времена года. Очень тоже забавно, что, конечно, уже подрастающие поколения, которые телогрейки-то точно не видели на улицах, тоже телогрейку используют как источник вдохновения. Вариации так предостаточно, однако дизайнеры продолжают удивлять. Кто-то обращается к простоте, украшая классическую телогрею декоративными элементами и шелковым подкладом. Кто-то создает современную версию классической телогрейки, тем самым давая ей вторую жизнь. А кто-то предлагает совершенно новый взгляд на привычную вещь, оставив в прошлом ностальгию, думает о будущем. Как утилизировать и как продлить срок носки одежды? С одной стороны оказывается телогрейка, с другой – теплая, сшитая из разных свитеров куртка. А кого-то не отпускает тюремный аспект. Заключенные в Советском Союзе отшивали спецодежду для себя и для всей страны. По одной из версий слово «фуфайка» появилось от жаргонного «фуфло», означавшее что-то дурное, некачественное. Поэтому контингент в фуфайках часто приравнивался к ЗК или алкоголикам. Путь от массовой спецодежды до эксклюзивных моделей телогрейка совершила за какое-то столетие. Поворот в сторону моды произошел в 80-х. Тогда русский ватник был на пике популярности. Иностранцы скупали в СССР телогрейки, а потом, оторвав воротники и рукава, носили их как концептуальные пиджаки. Или избавлялись от хлястика, повязывали блестящий пояс и хвастались модной разновидностью полупальто. Современных дизайнеров этими фактами не удивишь. Они точно знают, что их привлекает в телогрейке. Внешняя фактура, форма, чтобы не тепло, уютно, и это как это идет на контрасте. То есть ты одеваешь ее и, наверное, выделяешься из толпы. Отношение к телогрейке изменилось кардинально. Сегодня это практичная, стильная, а главное, вариативная вещь. В дизайнерской телогрейке можно выйти и в пир, и в мир. Причиной популярности многие эксперты называют рост патриотических настроений. На Олимпиаде в Сочи российская команда не случайно шла в стеганых куртках а-ля ватник. Впрочем, возможно, все намного проще. Телогрейки не остались в прошлом. Они изменились, чтобы стать современной стильной вещью на стыке армейского ретро и городского шика. Редактор субтитров А.Семкин